Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Новая Жизнь, и я с самого утра снимаю для вас интересное видео. У меня есть вот такой инжир. Кстати, на участке от старых хозяев осталось их 4. Но под инжиром я нашла норки. Я вам их сейчас покажу. Везде под инжиром вот такие вот норки. Вот сейчас... О, муха даже прилетела. Вот сейчас остановите видео и напишите свои предположения. От кого эти норки? Их, кстати, много таких норок. Есть побольше, есть вот такие вот поменьше норки. Вот здесь тоже посмотрите, видите? И под инжиром, под всеми инжирами вот так вот прокопаны вот такие вот норки. Как вы думаете, от кого они? А я вам в конце видео расскажу, чьи это норки. Вот второй инжир. Мне очень интересно, какие они будут, но пока плодов нету. Здесь было очень затемнено. Тут было много деревьев сухих. И мы много спилили. Сейчас уже попадает сюда свет. Вот. И я думаю, что плоды скоро начнут появляться. Мне очень интересно, какой это сорт. У моей мамы несколько инжиров. Есть белый, какой-то такой розовый, бордовый. Вот. По-моему, три вида у моей мамы. И мне интересно, какие это. Если что, там поменяемся с ней. Мы пока так небрежно подвязали, когда траву косили, потому что куст был прям сильно раскидистый. Я вот так вот его обтяпала, можно сказать, да, траву убрала. Хочу еще чем-нибудь подкормить его, потому что плодов вообще нету. Нужно будет развести удобрения, подкормить, чтобы лучше рос, потому что плодов вообще нет. У моей мамы уже большие такие крупные плодики. Вот такой красавчик. Вот так вот растет инжир, может быть, кто-то не знал. Вот такие красивые листочки у него. Кстати, деревьев еще много, которые нужно будет поубирать или вот так вот, знаете, подровнять макушки правильную, сделать крону. Вот. Потому что некоторые очень высокие. Вот есть такие, которые вообще стволы оголенные, деревья старые. Никто не избавлялся от муравьев, и там прям гнезда муравьиные. Я вам сейчас их покажу. Посмотрите. Вот так вот вы или муравьи, все. И там прям дырка, и бегают муравьишки. Там даже с личинками. Сейчас раннее утро, их пока вот тут 2-3. Можно, наверное, чуть-чуть копнуть, увидеть. Вон, видите, там муравьишки. Вот. Побежали, побежали. Видите? Их там очень-очень много. Сейчас просто с утра они пока еще, наверное, может быть, спят. Вот. Потому что вчера вечером их тут прям кишило. Все, за деревьями не ухаживали. Сейчас мы их побелили. Но я думаю, это минимум, что можно было сделать. Я еще хочу развести какой-нибудь препарат и прямо опрыскать деревья. И вот, видите, они голые по стволу. И только на макушках есть плоды. Есть, кстати, гнездо. Мне даже интересно, кто там поселился. И вот есть ягодки. Но, видите, очень много сухих веток. Это тоже вот соберем урожай. Нужно будет что-то решать. Или вообще спиливать. Вот. Или как-то формировать крону. Но дерево старое. Но будем попозже решать, что с этим богатством делать. Потому что деревьев много. Здесь прям садик. Мне здесь нравится. Здесь зелено. Поют птички. Кстати, вот у меня здесь еще смородина. Кстати, смотрите, как сидела тля, так и сидит. Не помог препарат, не биокомплекс. Даже зеленым мылом я вчера с вечера обрабатывала. Ничего не помогло. Думаю, может быть, нужно подождать. Но ждать я не люблю. Мне надо, чтобы все и сразу. Поэтому сегодня я разведу вот такой вот препарат. Сейчас покажу. Вот. Аллатар. И постараюсь избавиться от всей гадости, которая кушает смородинку. Я думаю, что это черная смородина. Кстати, ягода есть. Вот такой кустик. Кустик тоже нужно будет формировать. Он маленький. Относительно того, что он здесь растет много лет. В тени он маленький. Но я хочу его потом перенести ближе к забору. И у меня здесь будет зона такая клубничка, малинка. Вот такие все ягодные культуры. Мне кажется, это будет очень интересно. Кстати, по поводу газона тоже не знаю, что делать. Здесь был засеянный газон. Но он теперь, видите, он неровный такими шишками. Вот не знаю даже, что теперь делать. Мне нужен какой-нибудь профессионал, который бы мне посоветовал. Это как нужно теперь все сдирать, перекапывать и сеять заново газон. Или что мне с этим делать. Возможно, меня сейчас смотрит кто-нибудь, кто знает, как поступить с этим газоном. Как избавиться от этих шишек. Потому что я его прочесывала несколько раз. Но это не помогает. И муж косил, я прочесывала. Ну вот он, как-то он был, половина лежала, половина... Вот, получается, муж покосил, я прочесала, он встал. И теперь даже не видно, что мы косили и как-то чистили его. К тому же много сухих веток они падают каждый день. Вчера еще был ветер, много и плодов упало. Вот не знаю, что мне теперь делать с этим газоном. Хотя вот здесь вот зона, да, вот так от забора я хочу ягодной культуры. А вот дальше, чтобы вот это вот все у нас был газон красивенький. Вот там вот у меня зона, где посажены перцы и помидоры. Мне, в принципе, этого достаточно. Муж вчера деревья побелил. Ну вот так вот все красиво. Вот еще один инжир. Вот второй инжир. Тут вообще в тени ему солнца мало попадало, он вообще маленький. Но вот по осени поубираем много макушек. Тут будет хорошо солнце. И вот это все. Я хочу, чтобы был газончик, какие-то такие красивые тропинки. Но для этого, наверное, надо вызывать какого-нибудь профессионала, который бы хотя бы посоветовал, как это правильно сделать, распределить. Вот. По зонам я-то уже все как бы решила для себя, определила. Но вот как это все правильно сделать, потому что все здесь неровное. А я прекрасно понимаю, что если сейчас весь газон этот снимать, копать и сеять, это, ну, прилично займет и силы, и труда, и времени. Не знаю, пока этого времени у меня нету. Пока вот любуюсь так. Очень красиво птички поют. Красота. Вот, смотрите, эти улитки, которые все время, все время ползают здесь на участке. Пойдемте, как раз вам и перчики свои с помидорчиками покажу. Они, кстати, стоят. Все как солдатики. Вот у соседей трава травой. Смотрите, какие у меня тут перчики. Замульчировала травой для того, чтобы влага не испарялась слишком. У нас в Краснодарском крае уже днем больше 25 градусов, поэтому влажность нужно сохранять. И вот так вот я замульчировала травкой. И плюс еще это помогает, чтобы не горели растения, которые только посадили. Я вот смотрю, смотрите, сегодня встала, кто-то уже подъел. Но не видно кто. Сегодня тоже буду обрабатывать все аллатаром, да, с чем-нибудь такими препаратами. Пока маленькие, пока нет плодов, можно обрабатывать. Ничего страшного. Но все стоят, все живы, все здоровы. Вот. Ну, немножко листики кто-то им, конечно, подгрыз, подгрыз. И это заметно. Будем сегодня все обрабатывать. Такие у меня помидорчики. Кстати, вчера был ветер. И мне сломался вот этот помидорчик. Я вот так вот, смотрите, у меня была трубочка. Я ее прорезала. Окрутила этот помидор сломанный. И подвязала вот на палочку. Ничего вроде стоит бодрячком. Думала, сегодня, может быть, как-то завянет. Вот. Но нет. Возможно, что таким образом я его спасу, починю. Обязательно давайте свои советы, потому что я в этом огородном деле новичок. И ваши советы мне будут очень необходимы. Даже можете советовать с подкормками. Я буду все пробовать, все рассказывать. И многие зрители мои, да, по вашим рецептам могут узнать что-то для себя новое. С другой стороны участка у меня такими вот квадратиками все посажено. Старая кухня. Тут у нас еще пока вытащили. Никуда еще не определили. Так, вот здесь вот квадратиками я посадила. Тут у меня раз помидорчики, два помидорчики. Сорт не помню, муж покупал. Вроде бы тоже все стоят, но нужно обработать, потому что я вижу, что кто-то подъедает листики. Так, чуть хуже у меня обстоят дела на этой грядке. Несколько вот у меня пропало. Ну, некоторые прям хорошенькие, посмотрите. Также тут у меня прям солнце палящее. Мульчировало вот так вот все травушкой-муравушкой. Сегодня, возможно, мы даже съездим на рыночек. Сегодня воскресенье. И докупим, досадим вот то, что пустое. И вот сюда я еще хочу сделать квадратик. Вот до дерева. Здесь вот как раз еще будет квадратик. И еще посадить. Как раз будет хорошо. Что будет? Делянка помидоры. Делянка, забыла как называется. Это вкуснощая травушка-муравушка. Простите меня за это. Ну, совсем вылетела с головы, как она называется. Вот фиолетовенькая эта. Очень вкусная. В салат особенно, да, вкусно добавляют. Да, базилик. Базилик, вот, вспомнила. Так, и здесь у меня как раз две делянки баклажаны. Баклажаны вроде бы тоже ничего. Тоже их мульчировала. Те баклажаны, которые я спасала. Вот, смотрите, вроде бы ничего отходит. Вон, макушки начали расти, листочки. Вон, старые листики все завяли. Но вот новые вроде бы растут. Вот, смотрите. Отошли вроде бы ничего. Вот, начинают, видите, листочки с центра расти. Вот, поливала препаратом биокомплекс. Вот, вот здесь вот пропал. Да, видите, здесь полностью пропал. Ну, ничего, да, бывает и такое, что поделать. Тем более, впервые я огородница. Вот, давайте тоже свои советы. Я знаю, что баклажаны очень любят попить. Вот, мы их с вечера заливаем. Утром, если ночью было жарко, но тепло точнее, да, то я еще утром поливаю. Но сейчас смотрю, весь грунт влажный. Сегодня поливать не буду с утра. Только вечером полью. Вот, баклажанчики все вроде бы в хорошем состоянии. Сейчас с мужем поедем на рыночек за рассадой. Я вам тоже там немножечко поснимаю, что там будет. И поснимаю, что куплю. Вот, и немножечко с вами распределим, где будем сажать. Мои дорогие, съездила я на рыночек. Если честно, думала, что там будет прям рыночек, да, где будет много всего. Рассады, и цветов, и каких-то овощных культур. Но по итогу там было всего лишь три машины с открытыми багажниками. И там были овощи, фрукты, которые можно купить на еду. И рассада. В итоге я купила немножко помидор и досадила еще одну делянку. Ну, вот, собственно, эти помидорчики, которые я досадила. Сажаю вот такими квадратиками. Мне очень нравится вид. И потом, я думаю, что можно будет их как раз, знаете, сделать такие вот, как грядками, да, их забить. Или дерево, или шифер. И будут такие аккуратные грядочки. Пока вот как-то так получается у меня. Может быть, даже в этом году мы не будем делать, да, но на следующий год так точно сделаем. Досыпем туда земли, и будут такие аккуратные у нас грядки. Кстати, у меня уже, в принципе, три апреля личных помидорчиков. Баклажань. Буду скоро сажать огурчики. Показывать вам посадку огурчиков или нет. Пишите обязательно в комментариях. И, как и обещала, я вам сейчас покажу, кто прячется в этих норках. Да, кто вообще делает эти норки под инжиром. Я думаю, это очень интересно. Причем я, для меня это было открытие. Это было неожиданно. Я думаю, для вас это тоже будет такой вот неожиданностью, да. Потому что такого я не ожидала. Вот эти норы, очень даже глубокие, роют улитки. Эти улитки, которых очень-очень много у меня на участке. Прям нереально много. И вот эти вот норки, это они постарались. Я была, если честно, в шоке. Потому что, ну, для меня это не особо как-то, знаете, вот усваивалось в голове. Я думала, это может быть там кроты, ящерицы, змеи, мыши. Но не улитки. А оказалось, это вот такие вот виноградные улитки. И вот здесь вот, я не знаю, как вам будет видно. Вот в этой дырке прям глубоко-глубоко там куча улиток. Видно? Надеюсь, будет видно. Видите, это виноградные улитки. Вот там вот зарылись. Прячутся. Сейчас постараюсь расковырять, чтобы вам было хорошо видно. Вот это тоже улитка. И там их очень-очень много прячется под грунтом. Вот, смотрите, вот так расковыряю. Видно, вот еще одна улиточка. Вот так. Неожиданно, правда, что такие норки могут сделать обычные виноградные улитки. Для меня это было неожиданно. А для вас, кто знал, что это улитка, будет очень интересно. Ну и все. На этом буду заканчивать свое видео. До новых встреч, мои хорошие. Буду постараться вас радовать новыми видео на новом канале. И показывать вам что-то интересное и необычное. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok